Всем привет, друзья! Это ролики нового формата на канале. Как часто они будут выходить, зависит от того, как они вам понравятся. Очень часто я слышу от вас вопросы по поводу того, куда пропал тот или иной ютубер, связанный с миром The Isle и прочих игр, или вы хотели узнать что-то новое и интересную личную информацию о держателе серверов и известных ютуберах мира и слы. Короче, в данных роликах мы будем брать интервью у них, где они ответят на вопросы, которые терзают ваше сознание. Короче, сегодня у нас небезызвестный товарищ Сильвестр Лебовский, достаточно известный человек в мире и слы, а также на серверах Age of Dina. В общем, в сегодняшнем интервью он ответит на самые такие интересные вопросы, так что слушай внимательно, да. Кстати говоря, очень развернутые ответы мы получили от него. Ну и к просмотру хейтерам Age of Dina. Я познакомился с игрой The Isle очень давно, это еще было в феврале 2015 года. Честно говоря, я очень долго искал игру подобного жанра, да, и однажды, как холодным февральским вечером, случайно отнулся на нее в стиме. По началу эта игра мне не показалась уж так слишком уж впечатляющей, но я решил проверить, как ли все на самом деле, как показано на скриншотах в стиме, да и сам трейлер игры тоже меня все-таки немножко заинтриговал. После ее покупки я решил в нее поиграть и первые свои 25 часов, да, я провел именно в ней. Ну, могу сказать, что игра на тот момент стоила своих денег, несмотря на то, что там была не очень проработанная карта, места не отсутствовали тени, цикла дня и ночи толком-то и не было. Иногда анимации динозавров тоже были через пень-колоду прописаны, но и порой даже текстуры были очень мыльными. Но спустя время, а именно получается 2016-2017 год, я, честно говоря, сам удивился, как игра так быстро начала развиваться. То есть каких-то мыльных, каких-то очень кривых анимаций и абсолютно не проработанной картой растительности, хотя кого обманывают, и она сейчас тоже не проработана. Взгляните на ту же V3, ее летающей травой, ну и с летающими деревьями и камнями. Но в то время, кстати, тениава, она выглядела тоже не лучше, учитывая то, что тоже болото, оно тоже было без леса. Ну вот, просто болото, на котором, можно сказать, ходили и хищники, и травоядные, постоянно там все друг друга убивали. Ну вот, и, так сказать, не было правил, был только коз. Или ты убил, или убили тебя. Вот. Ну, затем, да, я уже свыкся с этими реалиями, вот, так сказать, мне это даже очень нравилось, уходил, так сказать, в крови, да, вот, поиграл на разных минусах, вот, и уже, так сказать, в 2020 году, в мае, да, выходит у нас трейлеры в Риме, я, как и все игроки на хайпе, и начал ее ждать. Да, там, получается, был весьма жаотажный, но после ее выхода, ну да, я немного разочаровал. Я знал, да, что там будет всего два вида, но не знал, что так все будет плохо с оптимизацией, с травой, которая, простите, но она мне выедала глаз. Да и не только трава, потому что там июты по текстуре проваливались, и там и по дну ходили, даже бегали, вот, и, честно говоря, ну, это и зла. Да, а в какой игре нет багов, скажем так, особенно если говорить о игре про дина-сегмент, там везде есть баги, абсолютно, в тех же Титанах, да, в той же Бермуде, да, пожалуйста. Вот, но затем, да, разработчики в Риме медленно верно отправляют свои архивки, да, пусть не сразу, но можно сказать, что на сегодняшний день, в принципе, в Риме нужно есть кое-что поделать, да. Поэтому, в принципе, мой, вот, от каких-то знакомств начинался очень внезапно, да, абсолютно случайно, спонтанно, и на протяжении всех вот этих лет, да, я в ИСЛЕ не разочаровался. Сильвестр, как ты стал админом в ИСЛЕ? С чего начинал? Знаю, что ты бывал на разных проектах и разных играх. Расскажи об этом. Да, свой путь админа, честно говоря, я начал вообще, скажем так, на ОДе, ну, можно сказать, с весны того года, я хотел как-то адменить на нем и раньше, но просто понимал, что должен администратор – это большая ответственность, ну, вот, то, что ты должен, получается, там, не только, можно сказать, там, летать в админке, там, получается, и про тебя, тебе РОС, да, но ты должен, да, какие-то отношения, скажем так, общественные, да, то есть быть неким таким органом правопорядка населения. Вот, то есть администратор – это человек, да, который, скажем так, владеет определенными полномочиями, да, то, что он помогает игрокам, он, там, не знаю, прописывает им, там, получается, там, рост, в случае чего, да, разбирают репорты, можно сказать, стараются все-таки решать определенного рода конфликты, да, споры, вот, и делают на этом, ну, позиция, опять же, правосудия, независимо у арбитра. Вот. Админом Нейджа, да, я стал сразу, сначала я очень колебался, думал, что эта должность будет для меня очень такой непростой, да, но все-таки, да, я там прижился, я сразу, так сказать, в роли админа Евримы, Евекаси, так как я все-таки понимаю, что будущее все-таки игрой, будущее игры, да, Евримы, и, в принципе, у этого проекта, я считаю, очень большие перспективы, да, очень, скажем так, даже не столько, сколько перспективы, сколько его, можно сказать, комьюнити, да, то, что, да и сама администрация тоже, там, так, позитивно ко всему относится. Ну, да, конечно, админы в Риме пока еще, ну, не сказать, что мы неопытные, но не сказать, что мы прям профессионалы. Мы тоже люди, мы тоже учимся, и поэтому, можно сказать, да, мы будем набивать шишки, много делать, это опыт, скажем так, да, и, честно говоря, скажем так, на этих ошибках будем, так сказать, учиться, да, делать проект лучше, вот, вот, стараться все-таки сделать игру на нем комфортной для всех игроков, да, я понимаю, что мы угодим не всем, но, а что делать, скажем так, идеального сервера не существует, вот, да, и поэтому цель этого сервера, да, обеспечить комфортный геймплей, да, тому комьюнити, который у нас есть, под которым мы этот, скажем так, сервер создали, да, вот, да, я бывал и на других проектах, бывал вообще в раз других играх, скажем так, админом, я бывал админом в Арке, да, я был админом в Паху Тайтон, да, я, там, так, и в Бермуде тоже был администратором, да, но, по сути, суть не меняется, да, у админа все те же полномочия, все те же права и обязанности, да, которые нужно соблюдать, вот, вот, то есть админия должен превышать рамки своих полномочий, да, опять же, следить за порядком, опять же, на сервере, там, вручать игроков, там, всяким, там, помогать, ориентироваться, там, в дискорде, да, опять же, объяснять, там, какие-то отдельные моменты, связанные, там, не знаю, с динозаврами, да и нет, вот, в общем, делать жизнь, так сказать, игроков на сервере лучше, вот. Начинал я админить на игре, да, я начинал с малого, то есть сначала я, можно сказать, перед этим я изучал вообще все команды во Риме, которые есть, опять же, ориентироваться на гайды ютуберов, вот, ну, и, следственно, смотрел, да, как все-таки люди админят, как все-таки, да, так сказать, добирался опыта, перед тем, как стать на эту столь серьезную должность для меня, ну, и потом, собственно, да, подал заявку, ее приняли, да, и я по сей день являюсь, да, админом ООДА. Ну, вот так вот. Поговорим о проекте Age of Dino и его многочисленных хейтерах. Почему именно этот проект, по твоему мнению, постоянно под взглядом каких-то ненавистников? Ответь, пожалуйста. Да, ну, я могу сказать, что на этот вопрос нет однозначного ответа, потому что, скажем так, не только Age of Dino, но и другие сервера находятся под таким же, можно сказать, пристальным вниманием хейтеров, да, то, что нет идеального проекта, у которого нет хейтеров. Его просто нет. У всякого проекта есть свои хейтеры, у всякого проекта есть свои плюсы и минусы. Вот, и поэтому, скажем так, где есть сила, там есть и противление, да, где есть, получается, есть определенные правила, да, там есть, скажем так, и их нарушители, да, где, скажем так, есть люди, которые поддерживают эту концепцию развития сервера, которые есть, которые решают эту концепцию как-то сломать, изменить, разрушить. Вот. Что могу сказать про еще в Дино и его постоянных серверах? Ну, хейтеры, во-первых, скажем так, это люди, которые хотят нажиться на каких-то средних стандартных фиксациях, да, и, честно говоря, это всегда было, есть и будет, вот. Но я могу сказать, что такие вот, скажем так, хейтеры, ну, это, господи, люди абсолютно бездумные, господи. Они делают обычно по чьей-то наводке, вряд ли они там, скажем так, определяют какую-то некую конструктивную критику, да, приводят какие-то конкретные аргументы, да, в основном просто, скажем так, один человек там что-то там зал в наш адрес, вот. Ну и, честно говоря, понимаете, если бы хейтеры писали какие-то там, я не знаю, очень конструктивные такие комментарии, которые были, ну, можно сказать, по делу, да, скажем так, указанные на наши конкретные, скажем так, недостатки, ну, мы бы, их бы, можно сказать, исправляли. Ну, по мере возможностей, конечно же, да, так как полностью избавиться от недостатков нельзя, то, что рано или поздно все-таки, скажем так, будут появляться, опять же, какие-то новые нюансы, да, новые правила, да, новые условия, да, и, честно говоря, серверу будет порой, да, сложно под них подстроиться, и поэтому чем-то придется, так сказать, жертвы, да, чем-то придется, какие-то, какими-то правилами, да, придется, скажем так, их, некоторые правила придется удалить, да, скажем так, вообще даже переработать, и не всем игрокам, конечно, это понравится. Вот. Но, можно сказать, дорогим нашим хейтерам, огромное спасибо, потому что черные пиары, господа, это тоже пиары, и это отрицать ни в коем случае нельзя, то, что вы сами прекрасно понимаете, да, только своими, скажем так, бездумно трепущими языками вы делаете серверу хуже, а только лучше. Так что, господа, могу вас за это смело поблагодарить, можете поливать желчь у нас сервер и дальше, от этого он будет только ярче. Спасибо вам большое, господа. Сильвестр, расскажи, что ты думаешь о будущем за Айл в целом? Ну, можно сказать, по будущей игры за Айл, оно непрозрачно. Да, то, что по своей сути за Айл может показаться, да, не тут даже не может показаться, а он и есть очередной, так сказать, да, долгострой, как и большинство игр дина-сегмента, но могу сказать, что этот долгострой, да, он обоснованный, можно сказать. То, что если судить среди всех игр дина-сегмента, да, в Эсле мало динозавров, но в ней очень много интересных механик, тех механик, которых нет в других играх. Да, скажем так, там нет такого дерева прокачки, как в Бермуде, да, там, получается, нет, ну, скажем так, я не знаю каких-то, скажем так, обилок, как в Титанов, да, вот, и мини-карта, да, и всех остальных фишек, которые там присутствуют. Но, понимаете, в Эсла она больше заточена, как сказать, на реализм, да, то есть погружение, да, в мир динозавров, понятное дело, то, что, скажем так, оно будет слегка недостоверным, но учитывая то, что Эсла, действия игры за Айл, да, они происходят в современности, можно сказать, или в недалеком будущем, вот, и поэтому, скажем так, присутствие людей на острове, создание динозавров, их эволюция абсолютно естественный процесс, скажем так, да, и в том же, получается, видео про Тарадона, как я и говорил, что его создали люди, и это как раз-таки ничуть, ну, не фантазия, да, то, что Тарадон, он был создан людьми, чтобы, как правило, служить неким таким карательным инструментом, да, против тех сотрудников, которые решили принести вред компании, да, и это продукт деятельности человека, то, что Тарадон, он, можно сказать, такой некий искусственно созданный вид, да, который не был на острове изначале, его специально создали, вот, потом уже, получается, после того, как эти особи начали размножаться, они начали постепенно, можно сказать, находиться у места пищевой цепи, вот. Если мы говорим про будущие грызоайл, то, как мы знаем, что первая фаза, это у нас примерно 2023 год, то есть, получается, в конце этого года ее должны завершить. В идеале, опять же, что-то может остаться на, там, не знаю, на февраль, там уже с конца января 2024 года, но в целом в 2024 году, да, он будет полностью сосредоточен на, получается, на балансе апексов, таких как Дейнозуха, Стегозавр, введение новых апексов, Трисоратопца и Тиранозавра. А также, получается, можно сказать про остальных диносов, то есть, Кентрозавра, Авераптера и Майазавра. Их тоже должны будут ввести в 2024 году, да. Ну, вот, потому что, как сказать, у каждого динозавра там есть своя механика, вот, там у Авераптера это кража яиц, получается, из гнезд, у Кентрозавра, получается, это его механика шипов, скажем так, да, то, что будет действительно такой ходячей крепостью, скажем так, министегозавром. Пусть хоть и будет весить там тонны 400, да, но несмотря на свой маленький ходячий кактус, да, может доставить вам кучу неприятностей. Один его с мохвостом заставит задуматься даже того же с Карнатавра, да, и Цератозавра все-таки подумать, ну, а стоит ли оно того, вот. Если, может, говорим про ту же Майазавру, да, то ее механика основа будет связана с гнездованием, ну, вот, взращиваемым детенышей, ну, вот, а также получается ее главный все-таки механик, и будет ее новый боевой элемент, это силовая атака. Вот, силовая атака будет действовать на мелких и средних существах, вот, это, по крайней мере, будет, скажем, первым опытом разработчиков, да, потому что Майка, она, скажем так, станет в этой механике первопроходцем. Позже эту механику уже перенесут на такого динозавра, как Шантугазавр, вот, и будет, может, сказать, давить, в принципе, ну, можно сказать, небольших, да, можно сказать, подросших еще миодолтов-чернозавров, да, ну, и последних даже тех же гиганатазаров, поэтому, скажем так, Майка будет довольно непростым соперником, да, вот. Что же касается, получается, про 20-х играбельных динозавров, о которых, о которых Скай говорил в новостях, да, это правда, 28 играбельных видов, они будут введены, но они будут введены уже в течение 25-го года, уже когда разработчики приступят к третьей стадии, вот, примерно это тогда произойдет уже в 2025-м году, ну, и среди них, получается, будут акрокантозавр, будет анкилозавр, мадиарозавр, аллозавр, барионикс, австрораптор, то есть все остальные, так сказать, виды, да, о которых они ранее заявляли. Кто-то ли нам ждать того же спинозавра и, скажем так, того же, тех же, скажем так, гиперов, да, в 2025-м году, да, стоит, но если спинозавра там могут выпустить чуть-чуть попозже, то вот первые штаммы мутаций таких, как гиперы, да, к 2025-му году уже можно, скажем так, смог ждать. Вот, пока, скажем так, будут ли они, можно ли их вот отключать, по словам, опять же, разрабов, можно, но вот, учитывая то, что сами штаммы мутаций будут являться, ну, больше выбором для игрока, нежели, скажем так, да, как часть естественного процесса. Ну вот. Ну и также можно, получается, отметить про систему мутаций. Ну вот, мутации, они, скажем так, на данный момент, они сейчас очень активно разрабатываются. Существует на данный момент 20 вариаций мутаций, 20 вариантов мутаций, вот, но цель разработчиков 60 и более вариантов мутаций. Просто, как сказал Брайн Филлипс, у них сейчас не хватает воображения. Сильвестер, какие игры, помимо The Isle, ты играешь? Расскажи. Ну, в принципе, являются Narc Survival и Wolvet. Вот, я в нее, скажем так, играю с 2015 года, вот, скажем так, и сижу в ней, ну, до сих пор. Ну вот, да. Есть еще игра Pass of Titans, я с ней играю, я в ней тоже с момента выход, вот, начал опять же играть с мобильным устройством, да, с планшета, да, потом же позже перешел на компьютер. Играю также в Long Dark, Subnav, вот получается No Man's Sky, это игра про космос и про космические среди администры, кто не знает, Cyberpunk 2077, Metro Exodus, Grinchem, да, это тоже игра про выживание, только в дебрях Амазонки, ну вот, да, хотел поиграть, допустим, тоже в Sunset of Frost, это что-то вот, вот, купить ее пока не получается, что-то вот в руки не доходит. Хочется сказать, что я в основном люблю игры в жанре, опять же, выживание, да, скажем так, с открытым миром, чтобы у игрока была хоть какая-то свобода действия, да, могу и сайты проходить, как он же сам, да, там, Long Dark, тот же Cyberpunk, да, там, хоть они сюжетки, но там есть открытый мир, там можно хотя бы там как-то развернуться, да, ну вот, люблю гонки, тот же самый The Crew 2, да, тот же, скажем так, играл в World Horizon, вот, да, так же могу и, скажем так, в Super, и в Super играл в Alien Evaluation, да, это Чужая Изоляция, так сказать, вот, но, в принципе, в будущем, ну, могу и какие-нибудь страшилки, поиграть в ту же фазмофобию, либо в тот же Cult of the Lamp, да, скажем так, какие там сейчас игры на слуху в плане триллеров, да, вот, ну, а также, получается, может, сюжетки, потому что, как сказать, сюжетки тот же самый God of War, да, Ragnarok, тоже хотел его, скажем так, пройти. Как ты познакомился с Арком и Титанами? С Арком я познакомился по видосам четырех ютуберов, это Rimas, это JustPastGames и это AririsGames, получается, все эти три ютубера, да, они, можно сказать, меня познакомили с этой замечательной игрой, ну, вот, да, то, что играть в Арк начал, да, скажем так, в 2015 году, да, вышло в июле 2015 года, вот, я начал общаться уже в августе, вот, там уже за это время уже, скажем так, такие ютуберы, как тот же Rimas, JustPastGames и Rimas уже сняли, скажем так, свои видео, вот, ну, и, скажем так, да, с тех пор, пускать, я в нее до сих пор играю, да, игра развивается, можно сказать, честно говоря, скажем так, в конце октября уже планируется обновленная версия и-мастера Archer of Sended, ну, вот, где будут представлены новые виды существ, да, такие, как по голоду для выжженных земель, получается, для центра огромный подводный титан частозавр, для аберрации илин, это, ну, что-то наподобие ездового архиапкерик, не могу, а, также для вымирания карты экстиншен представлен нового завропода Dreadnought, да, хочется сказать, да, что эта игра перейдет сразу на пятый движок, то, что она представит игрокам гораздо больше, скажем так, действий, да, то, что, да, новые фишки появятся, такие, как, там, мини-карта в стиле, там, получается, Surahua the Fittest, да, игра, голодные игры, режим голодной игр, в арте, это, скажем так, она сейчас есть, как отдельная игра, вот, также, получается, различные улучшения в плане, там, движения персонажа, искусственного интеллекта, построек, брони, различных художественных ассетов, все это будет обновляться, получается, в процессе, скажем так, игры, вот, стартует она, да, уже в октябре, основной карты, карты остров The Island, если кто не знает, ну вот, да, и то, что на ней уже будет представлено ну или два новых сути, ну и, естественно, все эти фишки, да, ну, статья писал выше, список является, кстати, не полным, да, полный список, они уже звучат, уже разработчики, уже в дискорде, вот, да, что же касается Path of Titans, ну, с этой игрой, получается, я помнился, тоже по видосу ютубера Нати Климовой, а то, что именно по ее основе, в общем, по этой игре, я впервые вообще узнал об этом проекту, честно говоря. Проект меня тоже очень, так сказать, заинтриговал, да, да, ценник, конечно, был конский по тем временам, скажем так, я решил, так сказать, подождать, выждать, вот, а потом, получается, уже в 2020 году, по-моему, она уже вроде выходит уже в свет, эта демка, да, я ее покупаю по скидке, вот, ну и начинаем в нее играть, да, первым там играли динозавром Дейноних и Латимиви Натрикс, по-моему, из травоядных это был Струтиамин, тот же Галимин, да, и Камптозавр, вот, то есть четыре динозавра, вот, потом уже, получается, список начал постепенно, постепенно расширяться, то есть появились и Тиранозавр, и Спинтозавр, там, получается, Аптозавр, Стегозавр, Получается, Кентразавр, получается, даже, вот, в том году, получается, вышли четыре новых, это Пикнонимозавр, Пахицефалозавр, Таласадромеус, это летающий, да, первый летающий динозавр, и водный Плезиозавр, Кайвики. В этом году, очень надеюсь, что, получается, в конце октября, но все-таки, ближе к концу октября, да, или в середине, вы все-таки обновление Тилозавра, да, Ахиллобатором, это родственники Терактора, да, и Титаном Небес, великим могучим Гацидаптериксом, вот, и, соответственно, с новыми боевыми механиками, такими, как захват из воды, получается, захват с помощью челюстей, или с помощью лап, для того же Алаза, для того же Гацидаптерикса, да, вот, ну, и тот же Носкок для Драмеза, да, для того же Дейнониха, для Альхиллобатора, и для Латини Винатрикса. Расскажи будущее двух этих игр. Да, то, что, как я сказал выше, получается, Ark Survivor обзаведется ремейком, который выйдет, получается, в конце октября, ну, это примерно, скажем так, с 20 по 30 октября, вот, этот ремейтер будет у вас Ark Survivor, вот, в этом получается, как раз-таки, игрокам представлено огромное количество новых функций, начиная улучшеного перезвижения персонажа, получается, улучшеные новые освещения, опять же, проблема всех Ark Survivor оптимизации, ну, будет решена, по крайней мере, я на это очень отвечаю. Что же получается новых существ, да, новые существа будут на карте Island, как мы знаем, что последнее контентное объявление в Ark вышло в июле, а именно 3-го числа, выпущено Ринья Агната, это огромное, скажем так, тогда ездовое насекомое, чем-то на стрекозу, богомола и креветку, да, все это вместе. Какие же выпущены в октябре Island, пока не афишируются. Разработчики также нам сказали, что будет выпущен трейлер заранее, да, то есть за неделю или, может быть, даже за две недели до выхода игры, чтобы, как ист, скажем так, имели хоть какое-то представление, да, что же все-таки там будет. Вот, это октябрь, да, октябрь месяц, вот, повторюсь еще раз, выйдет пока одна карта, карта остров, вот, в декабре выйдет карта выжженной земли вместе с новым Дино фазово-зухом и еще одним Дино от разработчиков. В, получается, в следующем году у нас выйдут такие карты, как Агнерок, Аберрация, вот, Вымирание, Генезис-1, Генезис-2, и уже затем дальше уже модовые карты, такие как Центр, Вальгуэра, Кристальный Старван, Фьордур и Остайл. Все эти карты, они будут в определенной, скажем так, сроке, да, но, скорее всего, это дело затянется вплоть до 2025 года, в котором, получается, ARC обзаведется сиквелом, ARC-2, который анонсировали, получается, аж в 2020 году, скажем так, трейлере Gamescom, вот. Пока будущее этой игры очень туманно, никому еще неизвестно, что нас все-таки ждет в пиквеле, вот, новостей по этому очень-очень мало, вот, то, что, и учитывая, что его перенесли, получается, на весну 2025 года, так что будем пока наслаждаться ARC сервала сэнерой. Что касается Path of Titans, вот, Path of Titans уже, скажем так, можно сказать уже почти, начиная с января 2022 года, октябрь, да, уже, можно сказать, уже считать, что уже, скажем так, будет уже октябрь, да, 2020 года уже не обзавелась никаким обновлением, содержащим в себе новых динозавров, и это, конечно же, проблема. Да, выходили эти текущения в плане того же Night Stalker Update, да, в котором, получается, вышли, начали обилки для тех же дармиазавридов, да, для латимин, а также метриокантазавра мегалайны, да, вот, были сделаны четыре ремодели, были проведены ремодели, да, сделаны ремодельки существ, можно сказать так, которые уже есть в игре, да, это конковинатор, это царатазавр, это алярам, это камптазавр и зухамин, вот, да, а, еще и метрикантазавр, вот, да, и то, что как раз-таки на данный момент сейчас разработчики работают новым направлением, которое будет содержать в себе новые элементы боевой системы, это захват из воды для крокодила, вот, напрыг для рапторов, для латимин, винаторик, сальбин у них, а также в скором времени уже появится уже на тестах, это, получается, захват челюстями, ну, или лапами для того же аллозавра, вот, да, и поэтому получается линия, которая, скорее всего, выйдет, получается, уже ближе к концу октября, должно задержать в себе трех новых динам, предположительно, можно они сделать двоих, это того же хилобаттер и гаптерикса, но может еще и появиться такой нежданный сюрприз, в виде телозавра, жротства телозавра, вот, в пассу в Тайдзе пока еще нет нездавания, но планируется, вот, различные режимы игры, такие как, получается, бой команд, вот, там захват территории, получается, там, кража флага, ну, кража флага, кража яйца, получается, там последний травоядный остается, вот, ты в подобном духе, вот, также, получается, будут выпущен еще один динам, да, секретный динам, о котором пока еще никто не знал, может ли это быть какой-нибудь завропод, или какого-нибудь диплодока, или апатозавра, либо же какой-нибудь хищник, вроде того же, акрокантозавра, или гиганатозавр, никто не знает, вот, так что внимательно будем следить за, так сказать, дискорд этих двух замечательных игр, да, также можно таки сказать, уже на основе на уже этих, да, уже можно сказать, что будущего этих игр весьма неоднозначно, да, оно с одной стороны кажется прозрачным, все-таки помните, что переносы это естественная часть для игр подобного жанра, будь что для арка, которая вообще относится к играм выживания, и будь для титанов, который является все-таки игрой с дина-сегмента, да, где различные переносы, там, доработки, переработки возможны. Да, я планирую свой проект на YouTube, да, скажем так, и все равно игры на этом, на моем YouTube-канале тут, так сказать, самые разные, получается, от игр, скажем так, дина-сегмента, вот, вроде таких, как Бермуда, Гаайл, и Пах оф Тайтанс, вот, а также игры из-за выживания, такие, как Игарус, а то же самое, то же самое сабнафтика, будь то обычно, будь то Беллоу Зиру, так же, ну, получаю, а также будущая машина, игру Грин Хэлл, да, опять же, Лонг Дарк, вот, да, и Асэндед, ну, и, если уж руки дойдут, если мне все-таки игра зайдет, это Сиквел, Парк 2, вот, я также хочу, в принципе, планировать, снимать там различные, так сказать, новости, да, по этим играм, вот, скажем так, чтобы держать, так сказать, вас в курсе, вот, различные каких-то изменений, планов разработчиков, можно сказать, вот, чтобы, ну, скажем так, чтобы вы все были в курсе, вот, там какие-то там переносы, там, или какие-то различные, там, несостаковки с графиком, потому что в мире игровой индустрии, всякие переносы, ну, это нормально, то, что без них никуда, да, тоже самое вот, опять же, хочу вот планировать, да, поснимать ту же игру про Человека-Пулка, будет обычно, будет у Малоз Морализа, и уже, когда уже выйдет, получается, уже Человек-Пулк 2, да, вот, учитывая то, что с играми от студии Марвел, допустим, все тоже не так здорово, учитывая, что, скажем так, в Америке там постоянно объявляют какие-то заказки, то с актерами, да, какие-то кинофильмы, да, то и с играми, то же самое, да, но все-таки эти запасовки, во-первых, недолгие, да, во-вторых, получается, скажем так, это чисто так, можно сказать, акт протеста и не более, да, он, так сказать, как и внезапно вспыхнул, так и также внезапно потухнет, вот. что же по поводу, получается, каких-то различных обзоров гайдов, да, на какие-то игры, да, это тоже будет, учитывая то, что тот же самый арк Шурова Сэнда, да, это будет, ну, по сути, тот же самый старый арк, но получается, с весьма некоторыми переработанными механиками, да, и в принципе, хотелось бы мне все-таки это посвятить, учитывая то, что и в Шивке там много новых, да, тот же самый фосфовозух, да, это гигантский крокодил, да, из триасового периода, который будет плавать в дюнном море, выжженных земель, да, огромный, скажем так, травоядный великан Дредноутус, который будет топтать земли, пораженный элементом земли. По поводу Ислой Титанов, ну, думаю, тут гайды, я не знаю, под вопросом, конечно, учитывая то, что есть немало каналов на Ютубе, которые это уже сделали за меня, так сказать, разжевали, как и в рот положили. Делать что-то новое по ним, ну, я думаю, бессмысленно, учитывая, что контента по этим играм уже сделано немало, да, и, честно говоря, хотелось бы осветить что-то новое, что, ну, можно сказать, свеженькое, ну, вот, которого недавно на рынке, да, ну, потому что могу сказать, что рынок, где-то на фигмент, он поделит, да, то есть это Славьер Мода и Титаны, были конкуренты, которые могли бы дать этим играм достойного, так сказать, допустимого пинка, такие как Дэпс Прихисторик Сурвайв, Сурвайв, вот, я эту игру очень, тоже очень сильно хотел бы видеть, но, к сожалению, не получилось. Разработчик Кулман по каким-то личным, там, не знаю, семейным финансовым стейлерсам решил предостановить разработку игры, вот, ну, может все-таки, там, не знаю, передастки права там другому владельцу, я не знаю, не хотел, чтобы эта игра умирала, вот, но с другой стороны есть, в принципе, такой неплохой проект Iles of Europe, да, тоже, скажем так, постепенно развивающийся, вот, да, и, в принципе, он может, в принципе, достать, все-таки занять, да, почти четвертое место, может, даже не четвертое, может, даже третье место, да, в рынке Дина Сегмента, учитывая то, что каждые эти игры, можно сказать, Бермуды, Титаны, Сла, как сказать, стараются радовать нас обновлениями, да, пусть не ежедневными и не еженедельными, но хотя бы ежемесячными или же на няк-е-жемесячными. Да, эти игры, ну, не находятся, только стагнации, да, это долгострой, что, в принципе, для таких игр, такого жанра, это обычное дело. Опять же, финансирование, опять же, там какие-то, я не знаю, там, может, какие-то личные проблемы у разработчиков, вот, как с той же игрой Death Dragons, у которой выпуск обновления 1.0 перенесся аж на февраль, получается, следующего года, потому что там у вас разработчик, там проблемы, он там слышит, там сломал себе ребра, и все дела. поэтому, скажем так, еще может быть самое худшее, да, то, что, чего я не хотел бы видеть, да, это крах таких игр, так же и слайк, как и титаны, потому что я человек, который не желает, чтобы слава умерла, да, и не верит в это, потому что, как такое может быть, да, такое может быть возможно, да, с определенной, там, долей вероятности, я не знаю, однотысячная или одномиллиона, фиг знает, но, честно говоря, да, я даже не хочу об этом говорить, даже и думать об этом, страшно, вот, но, в целом, если по контенту, то по контенту будут абсолютно разные, от новостей до гайдов, до каких-то прохождений, да, или там, до каких-то, я не знаю, может, реакций или обзоров трейлеров, вот и все. Ну, что я думаю о них? Ну, могу сказать, что и в Рим, это и стерпает, да, то, что по своей сути, в отличие от той же Легаси, где, скажем так, у игроков, у игроков была некая контакт-свобода действий, да, ну, свобода действий, это, конечно, не дозаймешь, учитывая то, что большинство игроков, играя за хищников, следует определенной логике, да, то есть это заспавниться, вырасти, ну, и начать убивать. Угу. А на травояну, это получается выраститься, там, я не знаю, то заспавниться, выраститься, да, там, объединиться в стадо, ну, и давать аллюлей хищнику. Ну, вот и все. Так что без каких-либо проблесков фантазии. Да, в Legacy были РП-сервера, я скажу так, на ранних стадиях развития, особенно, скажем, тогда при режиме прогрессии вот это особенно хорошо чувствовалось, скажем так, что там получается каждый вид игрался по-своему, скажем так, да, то, что, ну, реально чувствуется, да, то, что принадлежит динозавру к какой-либо среде обитания, скажем, тысячи-либо-сервера в Польше, таких, знаете, полуоткрыто таких мест этих обитали, вот, то, допустим, те же дриозавры, да, и они обычно улетелись где-то в густых чащах. Да, дриозавры ели деревья, и динозавры может там подъесть там 3-4 дерева, но это не важно, вот, это не суть, но факт в том, что, да, раньше в Легасе по серверу были тоже по поводу евреев рима, по серверу во время, ну, это, можно сказать, это ее, можно сказать, обязательная черта, что ли, учитывая то, что теперь игрок должен поддержаться определенных правил, которые установлены самой игрой, то есть, опять же, это определенные диеты, да, определенных, скажем так, правил, то есть, бродить там, не знаю, только со своими, либо же бродить со стадом, опять же, ты должен понимать, чтобы, скажем так, поддерживать, да, там, запас витаминов в организме должен, постепенно отлучаться от стада, да, тем самым подвергая себя опасности и недобрым взглядом хищников, да, но также ты, скажем так, да, чувствуешь себя там, не знаю, в какой-то определенной безопасности, да, там, гуляешь с тем же стегозавром, там, галлинимом, там, гипсилофодоном, там, дрио, или с тем же пахичем, что такое вот разношерстное стадо, да, с одной стороны, может и, ну, навалять, а может также и, не знаю, по возможности, конечно, свалить. Да, со стороны стега это будет, конечно, трудно, но что делать? если стега, от кого надо убежит, от кого убежит, да, спащем, вот. Но, скажем так, с введением таких механик, как миграции, перки, да, то, что репеток, только что время станет еще более улетательным, то, что, с одной стороны, ты можешь быть, допустим, тем же самым бариониксом или зухонимом, но при этом ты выживаешь не где-нибудь на речной пойме, да, а на пляже. Ты пьешь соленую воду, ты можешь там не находиться на какую-нибудь рыбу, скажем так, да, то есть ты находишься вдали от всего этого миссия, да, то есть ты лежишь ниже на солнышке, тебе все. Плевать, да, ты, да, ты один на этой территории, ты царь и бог, до того, пока мою территорию не посиднет кто-то другой. Вот. А по поводу механических издаваний, опять же, постройка всех этих гнезд, конечно, выглядит просто обалденно, да, то же самое дипсилофодон строит те же самые древесные гнезды, как раз-таки среди новой карты гейтвэй, выстроить все эти гнезды не обязательно. Новый динус гирирозавр будет уметь власть по этим самым деревьям. И скорее всего будет разорять гнезды гипселов, которые, кстати, тоже будут уметь лазить. Вот, скажем так. Опять же, будущий рэплей серверов во время их станет гораздо больше. Да, пусть даже и, там, не знаю, может, они будут, даже не будут обозначаться как рэплей, это просто могут быть сервера, да, но правилами. Вот. Но, в сути, остается, даже на том же коссервере, да, ты можешь косить, ты можешь убивать кого-то, не лень, да, но опять же, ты, все-таки, да, ты можешь есть игроков в пределах твоей диеты, чтобы тебе хотя бы выжить. Потому что без диеты, ну, я не знаю, у тебя просто пораут, как тряпку. Те же самые траду, ночью, у которых, там, без диеты вообще все же себе, у них там три разных нутриентов, там у них там все бафы, да, а ты, допустим, карна, там, я не знаю, ноль нутриентов, ты, у тебя там минус 50 процентов, там, к регену станет, у тебя очень плохое ночное зрение, и ты постоянно будешь от них погребать, допустим, то же самое коссервер, да, но, допустим, если ты, допустим, карнатаур, там, да, согласно правилам, охочешься в открытом пространстве, там, атакуешь из засады, там, там, у вас там лимит, там, в пате, там, две штуки, там, или три штуки, то есть вы, скажем так, как подобно этим ящерам, да, охотитесь на открытых пространствах, да, убивайте, пока у вас, пустые желудки, да, как только вы их набиваете, да, скажем так, лежите, никого не трогайте, пока не приходит время, снова охотится. Вот. Что же касается тех же обычных, скажем так, выкили, может быть, джунгли, да, которые, привычно, скажем так, ведут древесный образ жизни, ну вот, они очень, скажем так, общительные животные, да, очень социальные, да, и, опять же, все вот эти аспекты РПО, так же, будут уже показаны, ну, скажем так, в новом свете, да, уже на новом свете. Вот. Так что, общий, так сказать, итог, можно сказать, да, то, что сервера и в Риме, сервера РПО во время, они будут существовать очень долго. И можно сказать, что это будет некая актуальная направленность этих серверов. То, что, если в той же Легасе там больше присутствует, кос, ноу-кос, да, то время это, по косере, там, не получится. Да и, скажем так, ноу-кос, он звучит как-то очень приземленный, очень старелый. РП, да, то, что не все, конечно, игроки смирятся с этим исходом, да, но, что делать? Да, перемена противится бесполезно, и, честно говоря, даже тоже Легасе пока еще не закрыли, так что, господа, которые любят кос, пожалуйста, туда, да, те, кто, скажем так, уже хочет отдохнуть от всех этих драк, не знаю, так, постоянно всплывающего, всплывающего токсичного чата, то добро пожаловать во время, да, где ты, в принципе, находишься, играешься реально за дикозавром, можно сказать, охотишься на определенную добычу, да, в общем, полное, буквально погружение в реализм. Ну, господа, если вы дошли до этой части, то я могу вам пожелать. Мирного неба головой, да, счастья, здоровья, да, также получаются удачи и побед в ваших новых начинаниях, свершениях, да, хейтерам отдельный, скажем так, привет от меня, да, помните, вы делаете на сервер только лучше, продолжайте поливать его желчью и дальше, мы будем с этим жить, да, и, скажем так, и ухо на вас, так сказать, не поведем. Да, все уже привыкли, да, к вашему постоянному присутствию, так что вы тоже часть нашей сконтакта большой семьи в названии «Мычок Дина». Что же касается гражданам, которые все-таки полик, да, до конца, что могу сказать, большие молодцы, да, то, что хочу вам пожелать, да, удачного роста, выживания, да, а также ожидания новостей от разработчиков, ну и, скажем так, мирного вам существования в мире Ислас Пиро, в Зайл, и в Риг. Всем удачки, всем пока.